Народное славянское радио У лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе то, и днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна. Я рада приветствовать вас, уважаемые слушатели, в нашей книжной лавке, где родившиеся произведения уже ждут встречи со своим читателем. Итак, знакомьтесь. Издательство «Концептуал», издание «Ноября». Александр Пыжиков, «Грани русского раскола». Книга предлагает новый взгляд на события российской истории XVII века, который абсолютно не вписывается в историографическую традицию. Автор взял на себя нелёгкую работу – вытащить старообрядчество из-за бытия, как явления русской жизни. Раскол – изученное явление в российской истории, но официальные данные, как всегда, далеки от реальности. Считается, что старообрядцев всего 2% населения империи. Задача книги – показать влияние, которое имел религиозный раскол на ход отечественной истории после XVII столетия и придать изучению старообрядчества новые смыслы. Несмотря на гонения, старообрядческий проект всё-таки состоялся, но уже в исторических рамках Советской России. Внутренний предиктор. По вере вашей да будет вам. Книга ВПССР посвящена истории внедрения на Руси и возведения в ранг священного писания библейской ростовщической концепции порабощения, выраженной в Ветхом Завете. Обстоятельный материал позволяет не только глубоко и всесторонне разобраться в теме, но и осознать альтернативу, найти путь освобождения и преображения. Внутренний предиктор. Основы социологии. Сборник в четырёх томах. Авторский коллектив ВПССР счёл за благо написать в свободной манере и опубликовать постановочные материалы альтернативного, стандартным, учебного курса «Основы социологии», разбивающего стереотипы. Юрий Жуков. Сталин. Тайны власти. Автор, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков, на основании уже известных и недавно рассекреченных архивных данных во всех деталях описывает работу узкого круга руководства Советского Союза. В книге впервые подробно показана закулисная борьба внутри сталинского руководства СССР, которая долгое время оставалась тайной. Юрий Жуков. Операция «Эрмитаж». В этой книге доктор исторических наук Юрий Жуков беспристрастно анализирует крупнейшую сделку XX века, связанную с продажей предметов искусства, метко называя ее «Операция «Эрмитаж». С привлечением многочисленных данных и документов, часть из которых опубликована здесь впервые, автор делает весьма неоднозначные выводы. Юрий Жуков. Оборотная сторона НЭПа. В книге «Оборотная сторона НЭПа» Юрий Жуков во всех деталях показал, как и зачем был введен НЭП, к каким результатам он привел, как наживались на экономическом кризисе нечистые на руку раннесоветские чиновники, какая внутрипартийная борьба вокруг экономических программ разгорелась между Сталиным, Троцким, Каменевым, Бухариным и Сокольниковым. Каковы были исторические последствия этой схватки? В этом уникальном издании Георгий Максименко представляет текст Велесовой книги и его дешифровку в сопоставлении с новейшими научными открытиями. Особое внимание уделено сопоставлению данных Велесовой книги и ДНК генеалогии. Автор предлагает читателю глубокие исторические экскурсы в многовековые тайны образования славян-ариев и генетики, культуры, быта, нравственных и религиозных представлений. Анатолий Клёсов. История ариев и эрбинов. Европейский Запад против Европейского Востока. Почему западноевропейские племена столетиями враждуют с населением русской равнины? Правда ли, что в далеком прошлом наши народы имели одного общего предка, но затем разделились на два больших рода? По каким признакам определяют эти рода и почему их называют ариями и эрбинами? В книге «История ариев и эрбинов» ученый с мировым именем, основатель науки ДНК генеалогии профессор Анатолий Клёсов впервые с научной точностью показывает истинные причины вечного противостояния Европейского Запада с Европейским Востоком. Юрий Максименко. Правда и ложь академической истории. Расследование о подлинном прошлом русского народа. Если верить современным школьным учебникам, полудикие племена наших предков, не имевшие государственности, строили многочисленные города и контролировали гигантскую территорию от Старой Ладоги до Киева и Чернигова. А затем вдруг попросили иностранцев взять над ними власть. Любому взрослому человеку очевидна нелепость таких представлений. Что именно было в реальности? Чтобы докопаться до истины, автор оценивает сведения различных летописей с позиции достижений современной науки, археологии, антропологии, этнографии, топонимики. Широко привлекает разные источники, такие как «Будинский изборник», «Иакимовская летопись», «Сказания о Словении и Руси», «Велесова книга», «Работы Ломоносова», «Классена» и другие. Выстраивает свою версию зарождения и развития русского народа. Книга носит полемический характер и призвана запустить цепную реакцию обсуждения данной важнейшей темы. В золотых горах Алтая на плато Укок живет черная сова, пробужденный дух шаманки. Лунными ночами она вылетает из своей каменной башни и бесшумно реет на фоне звезд, чтобы подстрелить ядовитой стрелой очередного путника. Жертвы черной совы – исключительно мужчины. Бесследно исчезают, а когда появляются вновь, бредят о единорогах, подземном царстве и окнах в параллельный мир. Топограф Андрей Терехов в мистику не верит и списывает эти росказни на чью-то разгулявшуюся фантазию, особенности местного фольклора и банальные приступы белой горячки. Цепь необъяснимых случайностей и потери напарника приводят главного героя к пониманию, что он втянут в странную игру невидимых сил и необходимости выяснить, кто стоит за легендами о черной сове. Новый Калиды Дар В издательстве «Концептуал» вышел перекидной календарь на пружине «Природный коловорот славяно-русов» на 2018 год, созданный художником Андреем Гусельниковым. В коловороте, помимо сегодняшних названий месяцев, даны и старинные – «Просинец», «Лютень», «Сухий». Каждый месяц художник передает образами миропонимания наших предков. Календарь помесячно представляет круг славянских богов, рассказывает о праздниках. В каждом месяце указаны все древние славянские праздники. Для удобства использования и планирования важных дел, все даты и дни недели даны в современном варианте. Многим из нас хотелось бы вернуться к родным корням, к нашему древнему миропониманию. Одним из первых действий в этом направлении может стать переход на наш древний календарь, или точнее – «Коловорот». Напомню, что это были новинки издательства «Концептуал». Подробнее о них и других изданиях вы сможете узнать на сайте «Концептуал.ру». Новинки издательства «Стигмарион». Сталин Иосиф Виссарионович. Мемуары «Мои воспоминания о России». 16 бесед со Сталином, записанных на магнитофонные кассеты, не есть плод умственных усилий и размышлений в тиши кабинета. Книга принята по контакту от первоисточника. Необычное интервью с аскетическим вождем аскетического государства найдут того, кто их ждет, ибо Космический универсальный закон утверждает – зов заставляют ответить. Сейчас многие задаются вопросами о происхождении славян, человечества, культуры и цивилизации. На основании видических писаний написана сия книга. Это первая часть книги. Ротая, гиперборея, истоки ветариев. Из девяти последующих. Долларас Кэннон. Между смертью и жизнью. Мир, находящийся между двумя жизнями, так называемая смерть, это одна из самых удивительных и интересных сфер существования. Долларас Кэннон на протяжении многих лет изучает это пространство, которое многие называют домом. Благодаря этой книге вы сможете ознакомиться с информацией о переживании смерти, о гидах и ангелах-хранителях, о призраках и подселенцах из других измерений. Книга исследует различные уровни бытия в духовных сферах. Вы также узнаете о планировании необходимых уроков и будущих кармических отношений до рождения в своих следующих воплощениях. С началом 21 века наступил по полному праву космический век. Запуски и полеты ракет-носителей космических челноков стали теперь обыденным делом. Человек начал сталкиваться с явлением разумных сил внеземного происхождения. Настало время рассказать молодому поколению о реальности, которую упорно замалчивают в военных и научных кругах, прикрываясь военной тайной или эгоистическими помыслами. Эта реальность кому-то покажется ошеломляющей, для других эта информация покажется спорной. Тем не менее, все это является реальностью бытия. В данной работе подобраны материалы, раскрывающие характер обитателей космоса, даны упрощенные описания внеземных цивилизаций, посетивших Землю и посещающих ее до сих пор. Кысь. А.Н. Руническая магия. Руны считаются старейшей магической системой, которая представляет собой все основные силы природы. В этой книге вы найдете все основные учения и представления о такой системе. Шаг за шагом, познавая руны, вы будете познавать себя, совершенствовать свое Я. В дальнейшем это поможет вам раскрыть внутренний потенциал, развить свои способности. В ваших руках окажется достаточно полный базовый набор инструментов для обогащения своего мира волшебством. Ольга Заболоцкая. Язык мой, друг мой. Определенной комбинацией древних слов в слоговом прочтении являются паролем. Золотым ключиком, отпирающим заветную дверь в чистое поле, информационное поле Вселенной или вещи-лес, вещающий. Ольга Заболоцкая. Зри в корень или золотой ключик. Ольга Заболоцкая рассказывает о многотысячной истории славянского народа, которая и формирует самобытную культуру. Книга помогает вспомнить все корни, которые присущи славянскому роду. Открывает невероятный мир, уходящий вглубь тысячелетней истории языка и помогает по-иному воспринимать простые истины. После прочтения такой книги остается легкое впечатление, позволяющее наполнить любые жизни смыслом. В книге с помощью золотого ключика открыты образы многих слов и понятий, а мудрецы говорят, если постичь образы всех слов, можно достичь просветления. Напомню, что это были новинки издательства «Стигмарион». Подробнее с ними можно познакомиться на сайте www.stigmarion.ru Издательство «Вариант». Елена Тарарина «Глубинная арт-терапия. Практики трансформации». В новой книге Елены Тарариной собраны 91 методика и техника работы с клиентами. Они разработаны самой Еленой, а также ее учениками и коллегами из разных городов и стран. Сборник предназначен для широкой аудитории арт-терапевтов и всех, кто увлекается арт-терапией, психологией и саморазвитием. Толстая. Метафорические ассоциативные карты в семейном консультировании. Супружеская семейная психология, психотерапия, индивидуальное консультирование по вопросам семейных отношений, востребованные и активно развивающиеся области психологической помощи людям. Эта книга – предельно практическое изложение техник и приемов работы с метафорическими ассоциативными картами в системах семейных отношений. Книга будет интересна и полезна не только психологам и психотерапевтам, но и специалистам разных помогающих профессий. Коуч, учитель, социальный работник, воспитатель. Также может быть полезна и родителям, желающим разнообразить семейный досуг и расширить арсенал методов, способствующих эмоциональному и интеллектуальному развитию детей. Наталья – легенда. Аномалия Филар. Все обитаемые планеты нашей галактики имеют параллельные миры, но наша планета уникальна тем, что их количество на Земле значительно больше, чем где бы то ни было. Земля – это аномалия в обитаемых мирах, уникальные условия существования, дающие большие возможности для развития души. В далекие времена именно этим обстоятельствам Земля привлекла к себе внимание пришлых – лучезарых и тьмагов, непримиримых врагов, перенесших свою борьбу и на Землю. Живя между людьми, они стали бороться за их души, предлагая встать либо на путь света, либо на путь тьмы. Несмотря на такую серьезную смысловую составляющую, перед тобой, уважаемый читатель, прежде всего художественный роман, где находится место и приключениям, и любовным переживаниям, и неожиданным сюжетным поворотом. Надеемся, книга будет интересна для широкого круга читателей. Напомню, что это были новинки издательства «Вариант». С ними вы сможете познакомиться более подробно на сайте издательства светлояра.рф. Новинки издательства «Белые Альвы» ноябрь 2017. Демин Сергей, Горошина Спаса. Просто о взаимодействии с миром. В этой книге наставник казачьего Спаса Сергей Викторович Демин делится с читателем в простой непринужденной форме сакральными знаниями наших предков. Вы не найдете здесь чего-то принципиально нового, так как душа каждого из нас все это знает сама. Книга написана в разговорном жанре, как диалог автора со своей собственной душой. Для многих эта книга станет настольной на пути личного духовного развития, а для кого-то она может стать импульсом для написания или изменения собственной книги. Книги своей жизни. Это уникальная книга авторских сказок, посвященных самой загадочной богине в земной жизни. Сказка изначально служила для передачи опыта между поколениями, но и сегодня она позволяет читателю узнать в сказочной форме о том, как все было устроено в те времена, когда и письменности не было, но были живые мифы, земные боги, истинные богатыри. Особенность этой книги состоит в том, что она позволяет понять, почему для наших предков Марена, Мара, богиня смерти, была так важна, почему даже темная сторона смерти вызывала у тех, кто с ней сталкивался, уважение. Яркие и волшебные образы в сказках не оставят равнодушным вдумчивого читателя, а кому-то поведают о том, что эту богиню невозможно остановить, если с жизнью глупо шутить. Светлана Савицкая, славянский выбор, методики славянских шифров. Не просто так русские первопроходцы начинали обучение безграмотного населения присоединенных окраин с русского языка, математики и символов. Ибо без восприятия сигналов управления не добиться осознанной и слаженной работы любого коллектива. Не обеспечит достижение целей. Но какой путь правильный? Чтобы манипулировать системой, славянам сотни лет извне пытались привить ложные ценности. Любовь к богатству, наслаждениям, эгоизму. В современных условиях вседоступности, социальных коммуникаций, возможности управления сознанием возросли многократно. Так в чем же секрет? В символах управления. Они повсюду – в СМИ, социальных сетях, рекламе. Но видит их только тот, кто должен видеть. Славянский выбор – это противоядие тайным структурам управления миром. Вместе с книгой, страница за страницей, читатель постепенно поднимается на новый уровень сознания, продвигаясь таким образом в психологическом смысле от «homo sapiens» до «homo simbolicum», приобретая навыки расшифровки кодовых замков слов, действий, рекламы, кино. Владимир Руднев. Фестский диск. Русский взгляд. Русский имеют особое свойство восприятия мира – способность соединять явления обыденной жизни в яркие, емкие образы. Очевидно, что именно такая способность к образному мышлению позволила автору не только раскрыть тайну великой загадки, но и разъяснить свою находку даже неискушенным в археологии читателям. Причем обоснованный вывод о существовании не одного, а трех фестских дисков, а также убедительное описание доступного даже детским рукам инструмента, которым была простампована глиняная заготовка, вдруг порождает острую мысль. Чтобы в таких подробностях и так емко описать феномен древнего загадочного предмета, автору нужно было его просто вспомнить. Отрывок из книги. Гильдия кладоискателей – одна из самых таинственных на Земле. Мне думается, что вполне их самая таинственная. Даже гильдия ниндзя вызовет не столь острый интерес у любого читающего эти строки, потому что личная сила ниндзя долго и мучительно выковывается в годах изнурительных тренировок, а личная сила кладоискателя приобретается мгновенно и даже вдоль мгновения. Но гильдия кладоискателей, как и гильдия ниндзя, есть династийная каста. Уловки и навыки аккумулируются поколениями и передаются из века в век потомкам и ученикам. И в царский дворец древнего и прекрасного города Фест заявился однажды пришелец в башмаках с деревянными каблуками. Почему деревянными? Дело происходило, как утверждают археологи, около трех тысяч лет назад. Сонаров не было. А были тросточка у маленького мука Вильгельма Гауфа, стукающая в том месте, где зарыт клад, и деревянные каблуки у нашего пришельца. Столетия напряженного состязания укрывателей и отыскивателей укрытого создали эти каблуки, вполне как оказалось годные для низвержения столь мощной придумки. Степенно дефилируя, или подобострастно семеня в череве дворца, пришелец, он же глава тайной шайки охотников за кладами, за своей гординой из улыбок, кивков и поклонов, педантично, натасканно классифицировал эхо своих шагов. И вот он, удар электрический по всем нервам. В нашей стране с ним хорошо были знакомы политические жандармы, а послеработники НКВД, выступивавшие укрывшую Крамову квартирные тайники. Не эффект Доплера, но тоже реалия из неопровержимых. Каблуки изменением отзвука уверенно сообщили владельцу не только место пустотного проема под плитой и штукатуркой, доскуки заурядного пола, но и его вполне точный размер. Далее действие разворачивалось хищно и быстро. Напомним, что это были новинки издательства «Белые альвы» за ноябрь 2000, в 2017 год. Подробнее об этих и других книгах вы сможете узнать на сайте издательства shop.influx.ru Сегодня я рассказала вам о новых книгах, которые вышли в мир людей и непременно найдут своего читателя. Как сказал Паустовский, никакие провалы истории и глухие пространства времен не в состоянии уничтожить человеческую мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и миллионах рукописей и книг. Почаще заглядывайте в книжные лавки, черпайте мудрость и добро. С вами была Баяна. С нетерпением жду нашей следующей встречи. «Книжная лавка» – программа о новинках литературы. «Если в жарком бою испытал, что почет, значит, нужные книги и в детстве ждал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова